здравствуйте друзья я вас приветствую на канале openweb и сегодня отвечу на вопрос какой язык более легок к пониманию здесь либо php какой полох фродо поэтому долго учить эти вопросы довольно часто встречаются иначе мы по порядку какой язык более легок к пониманию здесь либо прежде я считаю что печки один из самых легких языков для освоения программирования на это есть свои причины во первых печки не надо указывать тип переменных высказки за есть их тоже не надо указывать но здесь есть небольшие тонкости конечно типа переменных есть как и в за есть и так и в печки давайте рассмотрим конкретный пример перемены x равна единице перемены y равна единице в первом случае у нас записанная единице как часовое значение integer а в втором случае у нас в кавычках значение string то есть строковое и что будет если мы x сложимся y и выведем варианты ответа и параллельный вариант номер b 2 да за то что у нас разные типы значения интерпретата сану понимает то и в том случае и в этом случае мы имеем значение единицы и пытаемся их сложить а если мы тоже самое сделаем за вещи например x равен единице опять за это 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 за и как равен единице это string и попробуем сложить то у нас получится 11 и поэтому это и будет не число а строка все потому что плюс взросе это символ присвоение когда писать письмо присвоение . да это мелочи но эти мелочи суммируются и в итоге получается что письмо более будет удобен для понимания есть еще одна немаловажная особенность письмо и взросе письмо это только синхронный язык а цс может быть как синхронный так а синхронный нормальными словами это письмо словно дорога поймая без поворотов без остановок просто тупо прямая дорога вы начинаете ехать из одной точки и заканчивать ехать в другой точке адрес это магистраль с поворотами развилками так далее то что здесь и есть на понятие а синхронности то что в любой момент времени можно открыть новый поток который будет идти по своему пути независимо от дочернего потока а синхронная часть за веса новичка может ввести в небольшой ступор когда в письме ее тупо нету также есть небольшая особенность в синтексисе например мы захотим в строке поменять некие символы например мы имеем с точками на письме такую и захотим поменять там синхрон например с на игрок мы запишем как если вы поиск функция которого собственно меняет первым аргументом у нас будет где мы меняем там агументом будет что меняем и третьим аргументом на 100 все что нам вывезет функция мы это закинем переменную стр и выведем ее все красиво и понятно когда взлететь чуть-чуть по-другому опять же имеем не некую переменную но здесь мы сначала вызывали нас переменные а потом вызываем функцию и функции мы указываем два атрибута это 100 меняем и на 100 меняем а то что выводит нас функция результат работы функции мы обратно закидываем в переменной стр и потом ее вводим конечно мы это можно было бы захватить но если иметь только это пример а если нам придется переменную дальше работать нам скачать не получится и мне кажется запись которого в письме будет более удобно и для понимания какой порог входа ну наверно полметра если без сарказма то я на самом деле не знаю как определить порог входа это надо взять все языки мира папагамилни высадить в топ и понять где стоит какой из языков это будет неправильно сразу например как он письпис и си плюс плюс со всем для вас лиспом разные языки и разные сферы применения этих языков поэтому я не знаю куда приложить линейку чтобы померить этот порог может в комментарии вами написать и как понять порог в казине в какой-то язык ну я на самом деле особо не понимаю вы научились пользоваться компьютером включили youtube в принципе вам этого уже достаться чтобы начать что-то изучать python долго учить на самом деле ответ очень индивидуально есть те я скажу то его учить недолго то это как бы ничего не даст потому что у слова не долго нету границ здесь я скажу то что его учить год то я в 99 процент случаев на вру потому что один человеку выучит за три месяца а другому и два года мало есть вопрос кое-то в том что человек знает изначально сколько у него знаний в айти сфере и чем этих знаний больше тем ему будет проще начать учить язык а если у него есть знание других языков неважно каких главное знание языков хоть это будет лист хоть по року от ассемблер все что угодно ему будет запросе освоить другой язык потому что он уже примерно понял механику работы с программной средой надеюсь я был полезен подписывайтесь на канал ставьте лайк и всем чистого кода а